Приветствую вас. У вашей проблемой есть два аспекта. Первый аспект касается того, что вы даже не столько серьезно воспринимаете мужчин, сколько в какой-то причине верите им. Вот, исходя из того, что вы написали, можно сделать такой вывод, что мужчина все это спланировал. Вот представьте себе, заранее спланировал все вот это, чтобы, ну, как-то с вами оказаться наедине. Потому что, ну, не похоже со стороны, никак не похоже на то, что все было действительно так. То есть там оказалось некуда идти, нет ключей, он предложил вам поспать у вас. В общем, все это, знаете, напоминает такую вот заранее отработанную стратегию. И вопрос заключается в том, почему вы этому верите. Это первое. То есть я бы сказал о том, что вы очень доверительный человек. То есть вы легко доверяете другим людям, незнакомым. То есть да, с одной стороны вы говорите, мол, мы друг друга плохо знаем, да. Раз друг друга знаем плохо, то, соответственно, никаких интимных отношений. Это правильно. Но с другой стороны, если так подумать, вы уже незнакомого человека, которому вы не знаете, пригласили к себе в дом. И для многих мужчин вот это означает, что вы как бы сами, ну, вообще говоря, сами намекаете на наличие у вас интимных отношений. То есть, понимаете, как это происходит? Мужчина считает, что если вы пригласили его к себе домой, то это значит, что он может рассчитывать на интимство. И объяснить человеку, что он, например, ошибается, объяснить человеку, например, что он, там, неправ и так далее, ну, вообще говоря, практически невозможно. И поэтому вам нужно очень аккуратно быть, когда вы встречаетесь с мужчинами и ни в коем случае не приглашать их домой. То есть, объективно, вот, то, что человек делает, да, то, как он себя ведет, то, как он там, приезжает к вам в город и так далее, он знает, на что идет. Он знает, как бы, что он хочет, он знает, что он будет один, там, в чужом городе, и ему необходимо самому все предусмотреть, все продумать и так далее. Если, простите, он этого не сделал, то это его проблема, и вы за это не отвечаете. А так вы подвигаете себя очень серьезной опасностью. Теперь, дальше, что касается второй проблемы. Вторая проблема заключается, на мой взгляд, в том, что вы испытываете отчаянную потребность в любви. Отчаянную потребность, возможно, в мучком внимании. Отчаянную потребность в поддержке, может быть, в понимании, может быть, ну, что-то еще. То есть, у вас есть какая-то нужда. У вас есть какая-то нужда в мужчине, или просто в близком человеке, на которого бы вы могли, там, например, положиться. И вы, по сути, эту нужду реализуете, вот, собственно, с кем, с кем может реализоваться. В данном случае речь идет, как вы, наверное, сами поняли уже, о мужчинах. Соответственно, давайте попробуем с вами определить, а что вам движет, чего вам не хватает. Что вам нужно, в чем вы нуждаетесь. Попробуйте ответить на эти вопросы для себя. Какие у вас есть потребности. И вот постарайтесь эти потребности для себя определить. Постарайтесь эти потребности для себя выявить. И когда и если вы это сделаете, вам станет легче понимать, почему мужчины, почему молодые люди так активно поселяются у вас в сознании. Чего они не уходят у вас из головы. Ведь на это же есть причины. Я надеюсь, вы понимаете, что у этого есть причины. Так вот, давайте же мы с этими причинами с вами и попробуем поработать. Когда и если будут ясны ваши желания, то с ними, с вашими желаниями, уже можно будет что-то сделать. Если вы сможете, точнее, удовлетворять их напрямую, адекватно, тем самым вы и обеспечите себе независимость и защиту от подобных вмещательств ваше личное пространство. Ну что ж, пожалуй, думаю, на этом можно закончить. В принципе, все вам рассказал, что хотел, что увидел по вашей проблеме. Думаю, потребность в серьезных отношениях складана еще и в тем, что вы, ну, как вы ведете свой образ жизни. То есть, вполне вероятно, что у вас нет этих серьезных отношений. Вполне вероятно, что вы привыкли к совершенно определенному вниманию к себе. А вот как-то духовно, да, как-то искренне, чисто пообщаться у вас не получается. И чистую связь возобновить с мужчинами у вас не получается, устраивать не получается. И из-за этого, отчаянно нуждаясь в этом, вы и воспринимаете любого кандидата, как того самого серьезного мужчину. Ну, не будет серьезного мужчины, который уважняет себя и женщину, не будет этот мужчина на первом свидании, по сути дела, сразу стремится к интиму. Не будет. Это не показатель серьезности. Но это показатель того, в чем он нуждается. И здесь вам придется сделать волей-неволей определенный выбор. Предположим, что вы нуждаетесь в ласке, в тепле мужской силе. Тогда непонятно, почему вы не согласились с мужчиной на интим. Ну, если это ни к чему не обязывающий, например, секс, то можно было согласиться, и я думаю, вы оба получили бы от этого удовольствие. Если вы отказались, это ваше право, вы поступили так, как считали нужным. Вы молодец, что отстояли свою точку зрения и отстояли себя. Но для этого нужно четкое понимание того, чего вы хотите, от кого вы хотите и в какой форме. Потому что, если, например, вам нужен мужчина, то нужно активно взаимодействовать с самыми разными людьми. Проявлять себя с самых разных сторон. Заниматься как можно больше количеством деятельностей, улучшений, хобби, чтобы люди видели вас, чтобы люди замечали вас. И чтобы однажды мужчина увидел вас не только интимного партнера, но и человека, и личность, индивидуальность, духовного, так сказать, носителя, культурных ценностей. Но для этого нужно уметь себя раскрыть. Быть может, вы сами того не отознавая, своим поведением как-то позволяете мужчинам думать о том, что вы девушка легкого поведения, например. И понятно, что вы этого не хотите. Понятно, что вы ни о чем таком не думаете. Но мужчины думают. И значит, нужно пересмотреть то, как вы себя ведете с ними. Возможно, пересмотреть ваше поведение, ваше хореографию движений, то, как вы говорите. Возможно. Тогда у нас все будет более-менее так, как вы того хотите. Но это определенная работа над собой, в любом случае. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.